Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, дорогие зрители! Я рада приветствовать всех, кто присоединился к нам в эти минуты. Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная программа. Поговорим о нашей молодежи, об инвестициях и рисках. Расскажем о том, как можно заработать даже на небольшом участке земли. Будет интересно, не переключайтесь! Согласитесь, друзья, какая у нас замечательная молодежь! Честная, добрая, умная, справедливая. А какие это творческие люди? Нет, конечно, встречаются такие, у которых все плохо. Они не хотят работать за такую маленькую зарплату и предпочитают сидеть дома и ждать, когда же им денежку принесет мама или папа, которые работают на двух и ретлях работах. Или бабушка и дедушка. Но, к счастью, слава богу, их все-таки не так много. А большая часть нашей молодежи честно работает, зарабатывают сами, стремятся к чему-то. А сколько у них идей! Они ведь придумывают такие интересные проекты, выиграют гранты и развивают свое дело. Именно о таких людях, об одном жителе Карачао-Черкисии, наш небольшой сюжет. В небольшом селе Пристань, которая раскинулась на просторах Прикубанского района, работы немного. Чтобы выжить, никто без дела не сидит. Огород и разнообразная живность – главные кормильцы. Куры, козы и коровы есть практически в каждом доме. В семье Ачахмата-Кономатова за ними ухаживают абсолютно все, так заведено. За хозяйским добром присматривает очень породистая собака с редким именем Валя. Когда мы работали в Ксмк, там у нас в цеху была собака Валя. Мы все ее кормили, поили, ласкали. Что-то в памяти, наверное, что-то осталось. Ляпнул по-своему. И она рада этому. Отзывается? Ну, подобно. Прокормить даже небольшое хозяйство нелегко. Сено нынче дорогое. Большей частью корма в семье Акономатовых заготавливают сами. Вон, как старший сын Казбек старается. Хотя с детства его интересуют совсем другие вещи. Когда я учился в 10 классе, по телевизору я увидел один документальный фильм, снятый телеканалом Асье, про воду. И там как раз таки рассказывался один эксперимент одного японского ученого, который взял как раз таки вот три емкости, туда насыпал рис до половины, а потом долил водой. И в течение определенного времени каждой емкости обращался с разной интонацией. И я решил просто вот этот эксперимент провести. И вот взял вот эти емкости, баночки, и как в том эксперименте насыпал рис, и каждое утро перед школой я одно говорил хорошие слова, вот это, другое говорил всегда отрицательные, а третий вообще ничего не говорил. Одним словом я просто его игнорировал. Так продолжался месяц, реакция пошла, а потом я запросил, потому что там экзамены, не экзамены, все-таки конец 10 класса, а процесс не остановился. А потом, так как уже эксперимент стал неинтересен, а отец взял и поставил в подвал. Когда я увидел, спустя несколько лет, я просто был поражен результатами. Вот. Тут еще чуть-чуть помутнелось, а так вода была кристально чистой, и зернышки были, вот рис был, как будто он только что помыт водой. А что вы говорили этой баночке? Обычные слова восхищения. Ты прекрасен, ты всего достигнешь, ты красавчик, капитальный красавчик. А вот этой банке, она еще чуть-чуть осветлилась, а тогда она стала абсолютно черной. И весь рис тоже стал черным. А я ей говорил, что ты ничего не добьешься, ты ничтожество, ты плохой. Вот слова с плохой энергетикой. И результат на лицо. Но все-таки, это чуть-чуть лучше, чем просто третья баночка. Показать третью баночку? Да. Ну, хуже всего, конечно же, вот эта баночка. Мы же видим тех людей, которые просто разрушаются. Это из-за того, что этого человека просто игнорируют. Казбек – человек любосательный. Он дважды становился победителем Всероссийского молодежного форума «Машук». Выигрывал гранты. Вот и в этом году без дела не сидит. Думаете, это просто огород? Просто помидоры? А вот и нет. Это новый проект Казбека. Мне всегда хотелось что-то неординарное организовать и посмотреть, что из этого выйдет. И взял, в пример, инвестиционную деятельность. У нас в республике, к сожалению, немного людей знают, что такое инвестиция. Они представляют, что это богатый человек, у которого очень много денег, и он инвестирует в какие-нибудь организации, компании. Но сейчас очень много приложений, где можно деньги свои инвестировать. Но не всегда понятно, что это такое. И я подумал, как можно это показать в виде игры какой-нибудь. И плюс к этому, чтобы это немного времени занимало. Во-первых. Во-вторых, чтобы привлечь немного денег. И тогда стал искать, какой продукт взять. А так как я живу в сельской местности, у меня есть небольшой участок. И плюс к этому, помидоры, которые мы каждый год сажаем, точнее сказать, имеем в этом опыт, я подумал, это хороший продукт, на примере которого можно показать, что такое инвестиции. Тогда я придумал план, как это все можно организовать. Сделал объявление, привлекаю инвестиции, или точнее сказать, те люди, которые хотят узнать, что такое инвестиции, могут себе в этом попробовать. То есть почувствовать себя настоящим инвестором. У нас есть продукт, помидоры, у нас есть люди, которые могут инвестировать и научиться. и есть руки, которые хотят делать, то почему бы не попробовать. И вот с этого зародилась эта идея. Недолго думая, Казбек разместил объявления в соцсетях и пригласил желающих принять участие в эксперименте. Казбек выращивает экологически чистые помидоры без всякой химии. Прибыль пополам. Они отдают за куст 100 рублей. Я отдаю свои усилия, развивая. С моей стороны посадка, развитие, продажи. И в конце, когда они уже дадут плоды, я буду их продавать, а прибыль мы будем делить пополам. То есть, получается, мы и риски делим пополам, и прибыль делим пополам. На объявление отозвались 11 человек из разных уголков Карачаевой Черкесии. У каждого ряда свой хозяин. А вот этот ряд принадлежит моей коллеге Мадине Лайпановой. Она тоже любит экспериментировать. Казбек, надеюсь, вы за ним хорошо ухаживаете? Исключительно хорошо, как и за всеми остальными. Казбек не просто выращивал томаты, но и регулярно посылал своим подписчикам видеоотчеты, как они растут. Ну, а чем все это закончилось, узнаем из первых уст. Казбек Канаматов, гость нашей студии. Казбек, здравствуйте. Добрый день. Ну, расскажите, чем закончился ваш эксперимент по привлечению инвестиций в помидорное дело? В первую очередь, хочу выразить благодарность за то, что вы обратили внимание на мой скромный проект, который можно считать как хобби, как развлечение для себя от основной работы. Вот буквально сегодня я распределил прибыль, которую мы получили от продажи помидоров, в общем, от данного проекта. И знаете, какое удовольствие, когда ты проект не только начинаешь, но и заканчиваешь. Оканчивается он по-разному, и хорошо, и нехорошо, но самое главное подвести итог и поставить точку. Вот это чувство выполненного долга, это совсем неописуемо. Да я вижу, какой вы довольны. Казбек, ну а скажите, вы ведь помидоры, вот урожай вообще хорошие вырастили? Или так себе? К сожалению, в этом году урожай не получился, как мы предполагали, потому что сами видели, сначала непрекращающиеся дожди, потом непрекращающийся зной, а мы же помидоры хотели какими, чтобы они выросли? Чисто, экологически чистыми и выращивали на открытом грунте, что подвергается рискам. Если бы они были бы в теплице, они бы дали большего результата. Но так как сначала были дожди, потом зной, это все повлияло. И химией вы не подкармливали? Да, если бы я подкармливал бы, они дали бы другой результат. Мы же были заинтересованы в чистом продукте, и поэтому вместо предполагаемого 350 килограммов мы получили всего лишь 120 килограмм помидоров. Но из-за того, что у нас метод продажи и ценовая политика была продумана, мы смогли вот буквально сегодня полностью вернуть инвесторам то, что они вложили. А прибыль? Ну, к сожалению, от инвестиционных проектов не всегда получают прибыль. Ага, вот то, что вы показали. Да, да, да. А как вы продавали их? Вот что вы созывали? А ну-ка, жители, сюда идите, мы вам продадим. Как вы продавали? Ведь вы через аукцион собирались это все сделать? Да. К огромному счастью, если почувствовать себя как экспериментатор, у нас получилось несколько видов продаж. В первую очередь, мы продавали, естественно, через аукцион. Это заранее. Я-то видел, какой у нас урожай будет на этой неделе, а я каждую неделю собирал помидоры, и я уже предполагал, какой будет урожай. Соответственно, я за несколько дней делал объявления в WhatsApp и в других соцсетях, и люди собирались, я их собирал, группу в WhatsApp, и в определенное время мы начинали аукцион. Аукцион как? Например, собрали 10 килограммов всего помидоров, я их делил на несколько лотов. Например, в каждом лоте по 2-2,5 килограмм. И мы каждый лот таким образом по отдельности продавали. Начинали с 10 рублей и выше-выше, так? Ну, мы же собирались минимум по 75 рублей продавать килограмм, потому что это были экологически чистые, воспетые там песнями, плясками. Короче говоря, у них была уникальность, к чему я стремился. И, соответственно, я назначал минимальную цену за килограмм 75 рублей, а потом уже люди заинтересованы, они уже сами цену добавляли. И лот выигрывал тот, ну, по законам аукциона, кто предложил большую стоимость. И какая большая стоимость была? Самое, самое дорогое, что мы продали за один, за один лот, по-моему, 650 рублей. 650 рублей? Да. Неплохо за помидорами. Да, это был первый аукцион. И они еще там, участники аукциона, шутили, что помидоры дороже, чем на Новый год. Зато какие вкусные. Да, вкусные. И вы знаете, вы же верите, что когда человек положительной мысли, то все, что содержит воду, положительно заряжается. И так как я обращался с этими помидорами, точно так же? А как вы обращались? Этого нет в нашем сюжете. Расскажите. Я видела, как вы за ней ухаживали, пели песни. Ну, вот можем прямо с вами поэкспериментировать. Если мы даже сейчас выйдем на улицу и любому проходящему, скажем, приятное, например, как вы хорошо выглядите, даже если мы их не знаем, они что? Они улыбнутся. То же самое происходит с овощами, с животными, когда ты, например, за ушком почешешь собачку или кушку. Они же так, хвостом виляет. То же самое. Просто помидоры нам не могут отвечать, мы этого не замечаем. Но на самом деле это все влияет на это. И, соответственно, я и песни пел, и приятно обращался к любому человеку. Погладил, погладил. Погладил, да? Да. Говорил, я вами горжусь, сдавайте. Вот так и говорили. Вот так я и говорил. Ничего не приукрашивал, там нет какой-нибудь мантры такой, как йога сидит, что-то. Нет, просто обращаешься к ним, как к приятному собеседнику. И все, в принципе. Ну, а смотрите, вот болезнь, вот эти фитофторы, вот это все-все, было или не было? Было. Или бог мил? Было, да. Было? Да. Первый же сбор, который я собирал, буквально сказать, все заразились фитофторозой, и это был, так сказать, единственный, один из двух случаев, когда мне пришлось прибегнуть к лекарствам, чтобы их когда-то восстановить. И после этого я вот всю партию собрал, фитофторы, ну, заразившиеся, и пришлось их выкинуть. Мало пели. Наверное. А я могу с вами поспорить. А что было бы, если бы я им не пел? Ну, я не знаю. Да, могло бы быть еще хуже, понятно. Я вам расскажу, что я на свои помидоры их посадила, а я им не пела ничего. Нет, ну, помидоры, ладно, более-менее. Моя дочь посадила, вот у нее грядка такая небольшая, это то, что я в жизни видела, вот именно про что вы говорите. Насыпная грядка огурцов. Она им говорила, вы мои миленькие, мои хорошенькие огурчики. Я свои посадила, ну, и бог с ними, я забыла про них, ну, поливала там. И у меня в начале сентября они там какие-то скукоженные, вообще непонятно, что там было. Слушайте, вот начало октября, у нее такие заросли. У нее огурчики один в один. Она в этом году не покупала, всего одна грядка. Она закрывала банки, именно оттуда еще меня угощала. Это, она говорит, потому что я с ними как с детьми разговаривала и холила, лелеяла, вот так наглаживала. Она говорит, с ними надо заниматься. Вот, пожалуйста, я вам верю. Потому что сама своим глазам увидела, что у меня непонятно что, и что у моей дочери там сад такой огромный. Ну, стоит учитывать тот момент еще, что я вообще дилетант в этом деле. Раньше же у меня родители там сажали. Я чаще после университета на учебе, не на учебе, на работе. И в основном родители у меня пенсионеры. И хочу, кстати, выразить им огромную благодарность за поддержку. Они занимались вот помидорчики посадить, там, болгарский перец. А в этот раз я решил там поэкспериментировать. Я просто советовался, конечно, с теми людьми, кто занимается помидорами. Ну, можно считать, дилетант и такой опыт. В общем, они вам свой участок отдали, да? Да. Почти перчик сажали. Им пришлось теперь покупать, или вы заработали, купили тут же перчик. Ну, так сказать, я им бесплатно советы давал. Ну, да, важный совет, цены, это, конечно, очень ценно. Да. Они вас учили, теперь вы их. Да. Ну, а скажите все-таки, вот давайте вернемся, потому что я к вашим инвестициям, вернее, к вашему проекту, потому что я обещала нашим зрителям рассказать, как можно заработать на небольшом клочке земли. То есть вот вы посадили, люди заплатили по 100 рублей. В результате им достались помидоры и прибыль? Я вам так скажу. Это же был инвестиционный проект. Так. Что он значит под собой? Это не долевое участие в чем-нибудь. Это, получается, человек дает деньги и сразу же берет на себя риски. Это сразу же подразумевает, что человек может и потерять деньги, и получить деньги. Прибыль от этой деятельности. И тот человек, который вкладывает, он должен в первую очередь для себя дать ответ. Я готов поделиться со своими деньгами? Или каким количеством денег я готов делиться? Рисковать, точнее сказать. Мы же с вами прекрасно знаем историю тех людей, которые последнюю одежду продают и во что-то вкладывают. Инвестиции – это не про это. Нужно рисковать определенным количеством денег, которые, если ты даже потеряешь, тебе не жалко будет. Что случилось в нашем случае? Мы же предполагали, что с одного куста мы будем получать 3-3,5 килограмма. А в связи с, так сказать, погодными условиями, они же не только заразились фитофторозой, они же еще и другими вирусами заразились. И мне поэтому пришлось некоторые кусты срезать, чтобы другие не заразились. Вот из-за таких моментов. И то, что инвесторы вернули свои деньги, это уже хорошо. Они вернули полностью. Они полностью. Да, есть там 3 человека, которые там кто-то ушел минус на 72 рубля, кто-то на 100 рублей. Но в основном 9 из 12 человек, они полностью вернули свои инвестиции. В данном случае я считаю, что это уже победа. Конечно. А мы же тоже учимся на своих ошибках. Если вот то же самое мы делали в теплицах, то мы получали бы результат, на который рассчитывали. Поэтому если я решу в следующий год заниматься данным же проектом, то я уже буду сажать в теплице. Потому что на открытом грунте и не используя химию, это очень большой риск. И смотрите, вы, наверное, знаете, что когда человек инвестирует, он примерно рассчитывает на 2%, на 10%. Прибыли, да? Прибыли. А есть еще высокорисковые инвестиции. Вот как раз-таки мой проект был высокорисковым проектом. Поэтому я делился 50% от прибыли. И благодаря этому, так сказать, ребята рискнули, но зато риск был, так сказать, оправдан. По крайней мере, у них был драйв наблюдать за этим. Ну да, да, интересно же. Да. Я же учился на экономиста, и с этим, с инвестициями, я не понаслышке знаю. Обычно, как бывает, вы инвестируете деньги в какую-то компанию и не знаете, что там внутри проходит. Вы просто молитесь, чтобы в конце недели вы видели, какие положительные результаты. А тут я показывал, как это все происходит. И я думаю, они оправдали свои инвестиции только теми же эмоциями, которые они испытывали, когда видели, как у них грядка растет в прямом эфире, так сказать. Ну так и помидоры-то им достались хоть. Они бы хоть попробовали, ради чего они старались. Ну, смотрите, они же инвесторы, они же не заинтересованы в помидорах, они заинтересованы в прибыли. А моя Мадина Лайпанова заинтересована. В помидорах? Да. Ну, в следующем году, наверное. Моя мама с детства готовит очень вкусный салат из красной свеклы. Там половина из помидоров состоит. Я вспомнил, а можно же сам для себя стать покупателем. Я, например, покупаю те же самые помидоры у акционеров, так сказать, и готовлю продукт для продажи. И я решил, вот один из наших продуктов салат из красной свеклы. И я не только решил на продажу сделать, но из-за того, что наши инвесторы мне доверились, я решил каждому инвестору подарить не только вернуть их деньги, но подарить еще по одной баночке красной свеклы. Он очень оригинальный, очень трудоемко его делает, но он очень вкусный. Это что здесь, вы говорите, свекла? Там свекла, помидоры, красный перец, чеснок. Его можно просто как зажарку для борща сделать. Так, по-моему, просто так можно съесть. Да, в основном так и делаем. Это салат, можно сказать, особенно если вы его съедите с жаркоем, это просто... Да уж? Да, да, вот именно. Попробуй вместе. Обязательно попробуй. И Мадин Лайпанову возьми. Обязательно. Она же тоже рисковала. Да, конечно, как и другие инвесторы. И второй вариант, так как уже похолодало, и помидоры... Если раньше помидоры зрели за неделю, то уже прошло две недели, а помидоры оставались зелеными. Зеленые? Да. Что мы решили сделать? Что? Мы решили сделать засолку из зеленых помидоров, потому что на них тоже был большой спрос. Мама делала? Да. Опять-таки? Нет, мы с семьей, я вам скажу. А с семьей, да? Мы с семьей это все делали. Слушайте, ну выглядит прямо замечательно. Я думаю, что они очень вкусные. Да, очень вкусные, потому что мы сами пробовали, когда это все делали. Ну, естественно, я думаю, у каждого нашего жителя не только республики, но и всей страны есть большой опыт в засолке помидоров, там огурцов. Поэтому теперь... Так они еще получили или не получили, или не успели? Нет, я же сегодня всем распределил прибыль. Они, начиная с сегодняшнего дня, они будут получать вот этот прекрасный салат. Я думаю, что они будут вообще очень довольны, да? Мало того, что положительные эмоции, тут тебе еще и подарочек. И деньги вернули. Представляете, да, они стали частью вот такого интересного проекта. Вот это и было моей целью. Хотя я и работаю в визуальном цеху помощником руководителя, в свободное время я решил вот такой интересный проект провести. Во-первых, обучающий. Я хотел воочию показать людям, что значит инвестировать, что значит рисковать. Знаете, в некотором смысле я был рад, что инвесторы не получили прибыли. Это как? Почему? Потому что, если бы они получили прибыль, если смотреть с обучающей стороны, если бы они получили прибыль, они сказали, ну, так и должно быть. А инвестиции, это же все-таки риск. Они могли получить и не получить или даже в минус уйти. Но в данном случае получилось, что они инвестиции вернули. Поэтому... А если бы они получили свои инвестиции и плюс еще прибыль, они бы, ну, ничему не научились бы, не увидели бы, что бывает и хорошо, и плохо. Получается, на своих ошибках учился, да? Да, именно. Они рискнули, ничего не заработали в денежном эквиваленте, но в опытном и в эмоциональном неоценимые опыты. Казбек, на следующий год будете продолжать, вот вы сказали, в теплицах, или у вас уже другие мысли в голове? Я знаю, что вы человек такой творческий, у вас много всяких проектов. Ну, смотрите, если взять помидоры, то мы же показали, что мы это можем делать. И в следующем году, если мы решим, то это уже будет, ну, чуть-чуть другие масштабы. Но есть другие проекты, другие темы, где, во-первых, риски не такие большие, как с помидорами были. Например, если мы возьмем не портящийся продукт или товар какие-нибудь, таким образом, или услугу какую-нибудь можно сделать. Но обязательно с привлечением инвестиций, чтобы, если в этот раз инвесторам получилось вернуть только свои инвестиции, то хочу в следующий раз, чтобы они получили свои дивиденды. Можно я тоже буду участвовать в вашем проекте? С удовольствием. Я вам одним из первых скажу, что вот у нас такой проект. Смотрите, в этот раз это же было чисто на доверие, а не мне инвестировали. В следующий раз я хочу это делать все, ну, как бы сказать, с умом, официально, чтобы когда человек мне дает свои финансовые средства, чтобы подписывали бумаги, где расписаны... Договор, да? Да, да, все риски. Если учиться, давайте учиться так. Давайте. Нормально. Только давайте уже гарантировать прибыль, да? Ну, на то и есть инвестор. Спасибо вам огромное, Казбек. Я очень рада, что с вами познакомилась. Вам удачу во всех ваших начинаниях, во всех ваших проектах. Я первый участник, не забудьте. Хорошо, спасибо вам большое за приглашение. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам было с нами интересно. Так что, не бойтесь, придумайте проекты, рискуйте, воплощайте в жизнь. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова